комфорт качество безопасность самый редкий самый неудачный двигатель диски сабвуфер черные очки и светлый кожаный салон добавляет дороговизны и уже так возле него можете стать и это уже показывает ваш уровень чтобы подняли что вы понимаете что-то в этой жизни даже если вам 18 20 лет большинству людей хватит динамики за глаза по что рвутся ремни постоянно все за головы хватается за 80 тысяч километров пробега заменена только вентиляции приветствую вас ребят вы на канале юра сегодня мы поговорим о понтах об автомобиле но также о понтах почему потому что как вы заметили на сегодня volvo xc90 и не просто volvo это вне внедорожника люби любят многие говорите в виду кроссовер да но многие называют внедорожника у нас всегда в моде это джипистость да нету джипов это название конторы джип гранд широкий хорошая машина ранглер и команды все но в простонародье джипистость всегда модная крутая и вот мы поговорим о джипе вот эта джипистость пофиг что у тебя там может быть новая машина и стоит она в 5 раз дороже этой но ты там не крут ты крут здесь ты на джипе уже все это ты купил ушатанный вот сразу оценок 131 машина в продаже нас от дореста и дореста 2002 года машина производилась по 14 рестайлинг был шестом году и в десятом менялась и в двенадцатом года были немного обновления но от пяти с половиной тысяч долларов самая дешевая дореста вы до самая максималка 25 900 и самая дорогая машина там 31 тысячу долларов человек попросил даже если купить самую дешевую за пять с половиной тысяч долларов пускай она будет ушатанной но ничего диски саввуфер черные очки всю эту картину быстро исправит машину на мойку и желательно чтобы она была черная потому что джип и черный цвет это две неотъемлемые вещи и вы уже так возле нее можете стать и это уже показывает ваш уровень что вы подняли что вы понимаете что-то в этой жизни даже если вам 18 20 лет в девяностых вышел мл девяносто девятом году бмв x5 пришла занимать эту нишу вак чуть позже проснулся в тысячи втором турек и porsche к н вышли к 7 чуть попозже но также вольво не хотела отставать и также пришла занимать эту нишу 2002 году от вышел эти 90 комфорт качество безопасность как они слоганах везде писали но действительно что еще нужно от автомобиля а сейчас по простой то и не нужно нужно только понты получила свое время негатив потому что здесь полный привод но с помощью муфты haldex она подключает заднюю ось она может перегреться потом на бездорожье ехать нельзя ее нужно обслуживать и в целом дорого вообще на ней ехать на бездорожье не за счет этого получила критику потому что у всех постоянно полный привод здесь муфта соответственно это не так надежно второй момент за поперечно расположенные двигатели соответственно машина обладает не такой маневренностью такой а стартуруля она не так проходит затяжные повороты как хотелось бы ниже устойчивость но сейчас это не нужно сейчас нужно показать что ты можешь такую машину купить и в принципе якобы обслуживать потом все пофиг какая-то маневрность управляемость все равно в 90 процентов все будут ездить по городу надо просто показать что ты такой машины владели ты ее купил и дешевые понты все равно первом месте по ходовой спереди сзади рычаги разумеется самая дорогие то задние амортизаторы которые постоянно поддерживают дорожный просвет они самые дорогие по ходовой как пишут владельцы если что-то разбивается кота рычаг то быстро достаточно начинает разбиваться все остальное поэтому нужно всегда поддерживать о хорошем рабочем состоянии и не забивать на эти вещи по затратам машина не дешевая конечно же это кроссовер это не bc класс автомобиль но по затратам все равно будет дешевле чем x все же да и здесь есть свои нюансы проблемы там боли заморчена электрика но в целом быть она будет подешевле 2006 году вышел рестайлинг изменили оптику бампера уже другие обшивки экран навигации музыка больше хрома спереди уже автомобиль так помолодел 2007 году вышла спортивная версия уже с более зажатой ходовой 2009 году поменяли значок на крышке багажника в 2010 году спереди значок изменили на решетке радиатора и арки начали красить уже в цвет кузова автомобиля до этого как у нас черный платье всегда был 2012 году уже были новые ходовые огни и 24 дизель раскачали на 200 лошадиных сил потому что в рестайлинге уже было 185 они 163 в 12 уже 200 а в четырестом году уже вышло новое поколение багажник просторный в литрах я не запоминал если задний ряд сидений сложить получается ровный пол большой объем большое пространство и не сказать что у x5 это рэга будет больше места багажно денег что здесь тоже достаточно глубокий длинный багажник но семейным людям хватит если нужно побольше есть микроавтобусы типа спринтера и крафтеры по салону но первое сидение не такое спортивное скажем как в 60 в 60 более ярко выраженная боковая поддержка ты как уже пошло ощущение спорткара что уже стресс ракером все считаешь там здесь более комфортное сидение более мягкая даже чем в 60 было но бесформенность более ярко выражена и светлый кожаный салон добавляет дороговизны тоже на черном ходе не так все выглядит все все косяки не так видны но все же светлый салон более дорогих нуток добавляет автомобилю деревянный трехспицевой руль здесь управление по классике громкостью музыки переключения треков круиз функции бортового меню преимущества перед немцами то что у них торпеда прямая здесь расположена под большим углом соответственно расстояние меньше не так надо тянуться какой-то кнопки когда куда-нибудь едешь лучший обзор от взгляд один бросаешь и все уже четко видно не надо присматриваться в этом плане конечно более продумано даже в этом в плане эргономики фирменная черта volvo это человечек постоянно volvo сопровождал на протяжении долгих лет подогревы передних сидений обогрев лобового заднего стекла подогрев зеркал управление парктрониками здесь ножной ручник и это недостаток как в машине 2004 года может не быть электро ручника но многих это конечно же порадует наличие ножного ручника потому что многие просто тотально боятся электронного хотя я уже не раз вспоминал своих видят то что электронные ручники электропривод ручника это разные вещи особенно по цене что более актуально подстаканник здесь пепельница встроена но ее можно убрать и у вас будет два подстаканника так удобно расположена руке моей удобно если здесь поставить кофе а допустим и наклон подлокотника нормально способствует этому то есть моя рука не висит не где-то внизу а вот именно как раз можно уже не бросая взгляд сюда не отвлекаясь смотреть за дорогой и здесь удобно будет это все так на ощупь эти все действия выполнять подлокотник скрипит но он съемный преимущество этого то что центральную часть заднего дивана можно до конца вперед подвинуть и это преимущество для любопытных детей и для улучшения обзора сзади места хватает здесь не тесно задний диван не то чтобы жестче чем переднее кресло но так более плотный преимущество это заводская тонировка чтоб никто снаружи не увидел что вы сзади делаете часто забываю про люки сейчас забыл из-за люка здесь на сантиметра 2 потолок ниже но места над головой все равно хватает обзор отличный мягкий диван на дальняк одно удовольствие на этой машине но в любом случае нужно смотреть что вам подходит что не что он нравится что не нравится конечно на вкус и цвет вставки под дерево тоже добавляют дороговизную салону по качеству отделки материалы качественные скрипов не слышишь кроме подлокотника но немцы более износа устойчивая хотя и здесь по 300 400 километров салон держится молодцом но у немцев все равно подолгое еще не в этом плане но с точки зрения затрат автомобиль тоже оптимален поэтому здесь нужно выбирать что для вас важнее комплектации хотя автомобили уже давно не молодые здесь многих плюшек фишек современных нету даже полноценный мультимеди как современных автомобилей активных круизов и тому подобных вещей либо затраты на обслуживание расход топлива простота конструкции но нужны тогда вам паркетники если вы хотите сэкономить на обслуживании на ходовой на всех остальных вещах все равно нужен паркетник где не меньше четырехцилиндровые двигатели малообъемные маломощные покупать автомобиль конечно нужно понимать что вы берете нельзя сказать что автомобиль дорогой ненадежный потому что он соответствует своему уровню на своем уровне он достаточно комфортно и надежно технологически сложный до по затратам он не самый дорогой многие дороже до машина более педантична с точки зрения электрики потому что то снять отрез того поставить так не прокатит работать не будет нужно прошивать именно блок здесь все должно быть больше свое родное или намучаетесь вы с этим да с немцами такие фишки прокатывают по салону здесь даже может более комфортнее чем в иксе там больше драйв задор на езду здесь больше на комфорт на расположение ваше бой больше такая умиротворенность спокойная обстановка не скажешь о машина для пенсионера но не такая она дерзкая как тоже бмв то есть надо подбирать именно под себя то что вам больше нравится а учитывая современные реалии и возраст автомобилей нужно искать именно состояние цена состояния и чем меньше всяких поврежденных узлов и агрегатов которые вам за свой счет придется восстанавливать даже машины далеко не новые далеко не молодые ну что же по двигателям были 24 дизель 2 и 5 бензин вот как у нас и с этими двигателями по моему мнению и нужно покупать такие автомобили потому что на перс точки зрения экономичности и надежности а с другой стороны с точки массовости потому что чем больше двигатель ваша машины бы уж на далеко не новые и чем больше запчастей и двигатель на разборках тему вернее себя чувствуешь в теории конечно можно другой засунуть сюда двигатель который здесь на львовсе но тем не менее лучше 24 2 и 5 2 и 4 2 и 5 это уже на крайний случай если понадобится замена двигателя тут также устанавливались 2 и 9 рядные трубовые шестерки и 2 и 9 самый редкий самый неудачный двигатель были проблемы с блок управления вентилятора и бензонасосом течи фазорегулятора и трески вопотом в дальнейшем тоже там расход масла и это самый неудачный двигатель и все дешевые xc 90 с 5500 до 7800 вот эти вот все машины там за две с половиной тысячи долларов разбежкой все самые дешевые все именно с 2 и 9 потом двое тези лучше вообще не брать потом его сменил 32 вы 632 надежнее чем 2 и 9 но все же 32 лучше обойти потому что гуры помпа на одном валу также расход масла был и износ шестерен привода грима грим там цепной тоже вроде понадежнее но лучше обойти не такие не тоже массовые и был 44 в 8 кому хочется именно в 8 единственная проблема это износ подшипника балансировочного вала из-за этого возникает вероятность перескока цепи грима а так течи из-под клапанных крышек сальник потечет то есть типичная проблема расход топлива немалый и из-за того что в 8 большой вес в теории быстрее разбивается передней ходовая из-за большей массы но это не недостаток это особенность такого двигателя то есть 44 неплох 2 и 4 дизель 2 4 дизель я вот рассказывал на с 60 на c30 volvo также упоминал если что-то не скажу забуду можете еще и там посмотреть если вас то интересует по 24 хороший двигатель надежный конечно все зависит уже от возраста и состояния прямо пропорционально по гидриком плохим маслом вы убьете они застучат на 100 тысячах придется вам все это ну похожая проблема как на 2 и 5 в 6 аудио то 65 что рокера все башками проблемы там из-за плохого масла также на 2 и 4 вы можете убить полностью сначала гидрики застучат но потом уже необратимые последствия придется менять башку целиком если вы не заметили но это уже про пробеги конски этих автомобилей этих двигателей поэтому эта проблема уже была до вас ее либо решили либо прозевали и поменяли голову так что но тем не менее на это нужно обратить внимание все равно 163 лошадиные силы и 185 потом было сил в рестайлинге и в рестайлинге уже были вихревые заслонки которые делали мозг наш 163 лошадиных сил вихревых заслонок на впуске не было поэтому здесь уже одной проблемой меньше на топливной рампе регулятор давления топлива тоже мог моросить уже со временем от возраста и самая главная проблема это что что рвутся ремни постоянно все за головы хватается но читая форумы общаясь с владельцами вывод грм нужно менять раз 60 тысяч и проблемы вас не настигают но многие забывают про ремень генератора который свое время рвется попадать под ремень грима рвется ремень грима под же грим все меняет боятся а про этот ручейковый забывает и этот ремень тоже владельцы меняет раз 30000 то есть этот раз 30000 грима раз 60 тысяч и уже многие не боялись что ремни порвутся но любой двигатель абсолютно любого автопроизводителя грешен этими вещами тоже турбина не сказать что расходника находит долго но все равно когда-то придется восстанавливать будет люфтить также подушки течи какие-то но регуляторы датчики всякие все это все равно присуще любому двигателю той или иной степени все зависит конечно от состояния 2 и 5 turbo 210 лошадиных сил при 5000 оборотов 320 ньютон метров крутящего момента с полутора тысяч оборотов то есть достаточно низовой двигатель что очень хорошо я люблю тягу с низов и это безусловно преимущество этого мотора 83 поршень ходу в 90 32 все пинжатие 90 и соответственно здесь можно лить 2 бензин вообще по самая машина нас американка и по американским аналогам здесь вообще положим 89 то есть если теоретически раньше может но а многие ездили где-то и на восьмидесятом бензине но это уже так историческая нотка справка в общем до 90 вторым его можно поить и за этот счет не боятся алюминиевый блок рядная пятерка алюминиевая гбц разумеется 20 клапана временной привод грм а фазорегуляторы на обоих валах по ремню грм а также было такой нюанс течь сальника коленвала подтекал уже от возраста попадала масло на ремень рвался ремень то есть про это тоже не стоит забывать будете забивать на масло будьте чиниться больше и быстрее турбина умрет так что все от вас ребят зависит я то повторял повторяю буду повторять у нас один тнвд была версия с двумя тнвд здесь такой регулятор установлен блочок сразу глаза бросается понятно то что уже 2 тнвд у автомобиля если один из них накрывается загорается ошибка автомобиль падает в аварию хуже тянет такая проблема была у одного автомобиля купили один установили блок выкинули то что сделали как здесь от этой проблем можно так избавиться таким путем разумеется двигатель боится перегрева и на пользу это все не пойдет и здесь плохо заметить когда перегрев уже стрелка стоит стоит всегда в норме а потом падает резко вниз поэтому вы про шляпите перегрев так что следите за охлаждающей жидкостью вообще за двигателем в целом за потеками антифриза всякими течами с любым двигателем нужно так говорится вплотную заниматься единственно что другие двигатели может больше прощая такое наплевательское к себе отношения были 5 6 ступенчатые аистинский автомат у нас 5 ступенчатый автомат за 300 тысяч пробега у автомобиля масло частично заменено не полностью но частично и не чувствуется так два десять двадцать тысяч километров не чувствуется что уже переключение потом уже переключение начинают уже отчетливо слышны но вот если при покупке заменить полностью масло то в теории на 20-30 тысяч где-то вам должно хватить без проблемных переключений вы не будете замечать там рывков и там подобных вещей были механики на 2.4 2.5 но не очень редкий их мало с механикой но тем не менее были четырех ступенчатый автомат самый ненадежный самый плохой и он устанавливался именно на 2.9 поэтому 2.9 еще одна причина не брать и двигатель посредственный и коробка также не радует поэтому лучше вообще 2.9 обходить как я уже сказал но здесь да все равно классное сидение мне удобно трещит немного подлокотник шесть съемный а так все супер в любом плане она будет если так по запчастям по обслуживанию взять черный x5 дороже будет по запчастям вот по всему кашем x5 круче считается там пацан пацанские стиль это всегда бмв но в этом плане volvo не скажешь уже прямо раздевалка финансовая и достаточно выносливая по ходовой машина все равно плотная что ты не на солярисе что и на кроссовере либо внедорожники пофиг каком состоянии все это уже авторитет что это джипистость нашел из нас еще не скоро уйдет я думаю это еще будет на два десятка лет у нас в лес впереди шу шустрый водитель который особо не ускоряется но по динамике она хорошо прет уже вот сотня пришлось оттормаживаться пошли в лес один гонщик блин а так 33 с половиной тысячи машина спокойно на разгоняется уверенно 130 уже то есть динамики и хватает и большинству людей хватит динамики за глаза потому что я не думаю что люди покупают чтоб сразу сколько надо ста кладет не для этого думаю эту машину будут покупать он для комфорта для удобства и в салоне да есть определенные плюшки свои фирменные черты вот автомобиля ну и все равно он хороший в этом плане хорош вот при 60 километров в час по кольцу она хорошо повторяет траекторию и я не сказал бы что уже там как-то надо если взять сюда q7 x5 мл а и проверить как то будет там по кольцу заходить уже это нужно сравнительный тест сделать но я больше чем уверен что 90 процентов людей то и больше то тупо не надо не для этого машину покупается самое главное состояние цена вот выносливость той же ходовой всей надежность двигателя расход опять же что сейчас не менее важно ну и стоимость впрочем эксплуатации в целом и по этим характеристикам она все равно очень хорошо подходит да есть свои нюансы по электрике там кита ограничение что нету возможности так смухлевать как на ваге взять более другую новую магнитолу сюда всунуть тут придется прошивать там не нету такого маневра шустрого однозначно да вас она не будет работать нужно зашить но по ценам на запчасти достаточно приемлемо сейчас тоже постояли пообщались насчет запчастей то есть сравнение с вагом да что-то будет дороже где-то может какой-то узел по двигателю 300 чем-то тысяч пробега у автомобиля меня за 80 тысяч километров пробега заменена только вентиляция пошло но это слабое место как я уже сказал все больше ничего даха давай где-то будет рассыпаться с временем и возрастом это нужно мне дачу дороже бы чем у может утаить того же вага хотя не думаю увага многорычажка и пневма я думаю здесь будет на уровне либо чуть дешевле то есть в этом плане но и конечно это не отменяет то что это премиум сегмент больше чем бюджетные поэтому все равно цены на запчасти будут не дешевые но тем не менее за комфорт нужно платить за динамику ты я спокойно еду автомобиль хорошо держит прямую то есть ходовая не расшатана не разбита вот я руль держу не напрягаясь и никуда не ведет то есть на этой ходовой что кататься можно если вы и себя спортсмена строить не будете то вот по кольцо на идеально повторяет траекторию хорошо держит прямую уеду хороший разгон достал 100 не напрягаясь при резком нажатии начинает разгоняться уже начинает 34 дальше топить без всяких проблем но переключение заметно чувствуется можно масло пинков рывков нету но заметно переключение но можно масло поменять и она думаю заткнется все равно автоматы здесь достаточно надежные по именно динамике сверхдинамики ураганной да здесь не получаете потому что масса автомобиля немалая и мощность 210 2 и 5 рядная пятерка да по динамике хотелось бы больше примеру но она не вялая не нудная динамика достаточно вполне приемлемо если хочется можно чиповаться уже там без ограничения хотя это сейчас особого в копейку и влетит можно в 8 искать будет быстрее то есть хорошее бодрое передвижение если уже брать к примеру конкурентов с в 8 либо там с рядными шестерками то есть и расход больше и затраты больше будут в 6 ваговский если взять в противовес 32 с алюминиевыми блоками это уже сразу автомобиль пасуют перед надежностью то есть этот будет медленнее но надежнее комфортнее может быть спорный вопрос что некоторые утверждают на формах что именно volvo комфортнее чем тот же tuareg к примеру там либо но с x5 там мало бмвшники начинают спорить но кто-то написал что мол комфортнее чем бмв продуманнее именно салон по комфорту там сидение здесь более ну хотя на 53 и все ездил сложно там тоже вроде в эргономики нет никаких просчетов и здесь тоже все нормально ну а на этом все разумеется это кроссовер это не дешевая машина в обслуживании здесь даже 17 диски установлены и одна шина стоит 150 долларов то есть четыре баллона можете посчитать сколько это будет стоить он технологически сложный и не молодой автомобиль по любому он потребует вложений все будет зависеть конечно от состояния ушаток это всегда бездумная бочка хочется всегда быстро ездить здесь нет сверху ураганной динамики есть уверенная бодро ускорение идет и конечно же на свой вкус и цвет любой автомобиль но машина заслужит уважение внимания спасибо большое за внимание ставьте лайки делайте репосты расскажите нас друзьям подписывайтесь телегу там все свежие новости мы обсуждаем разная тема надеюсь вам понравится счастливо увидимся